В Хмутове на встрече с жителями частного сектора речь шла о том, что нужно заасфальтировать участок Соколовской улицы и провести там освещение. А в ближайшей перспективе установить детскую площадку на той же улице, недалеко от мемориала жителям Хотова, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как известно, земли частного сектора не попадают в комплексную программу благоустройства, но деньги на площадку можно найти из сэкономленных средств городского бюджета. Мы надеемся вам поставить. Я думаю, экономию несколько миллионов составит. Мы даже раз Андрей Юрьевич на контроле держим. Он даже Андрей Юрьевич уже и проект составил. И подписывали жители. Вы знаете, сколько много жителей. В деревне Васильевское жители обратились к депутатам с просьбой сохранить проезд вдоль их участков, который в скором времени может отойти на территорию будущего коттеджного поселка. Но вряд ли эту просьбу можно удовлетворить. Видно, что участки огорожены с нарушением. Бетонные опоры линии электропередач оказались за забором, а по закону они должны находиться с внешней стороны. Так что для сохранения проезда, видимо, придется потесниться. Рядом с деревней Васильевское на берегу реки Клязьмы родился проект создания благоустроенной зоны отдыха. Эта территория совместная. Городских поселений Щелково и Загорянский. И проект тоже будет совместным. У нас, я даже больше скажу, у нас инициативная группа жителей, они готовы сами поучаствовать. Так мы готовы приехать вместе с вами, людей привезти, сами приехать и разом навести здесь, убрать, почистить и дальше следить за этим. В ближайшее время планируется перегородить стихийный подъезд к берегу и оборудовать парковку для машин, чтобы традиционный отдых на природе стал более цивилизованным. Я считаю, это реально действительно жизненно необходимо. На самом деле, те зоны, как делают, знаете, раньше тропинки, где нужно делать дорожку? Там, где люди натоптали. Натоптали, и там нужно делать асфальтировать, чтобы они там ходили. Не надо делать ее в другую сторону. Зона рекреации в черту города внесена. Есть смысл все-таки разработать, передать им городскому парку, чтобы парк там организовал действительно пляж. И со всеми вытекающими условиями, как и должно быть, безопасность, чтобы была организована. Я думаю, совместными усилиями с Горянской администрацией, с нами, вот сейчас, к Алексею Васильевичу доложим, что есть такая инициатива, все-таки там сделать. И сделать в этом году, чтобы уже было прилично. Сергей Дадыко, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...